Бейсбольные биты как оружие в борьбе с нелегальной торговлей. Погром устроили неизвестные в парке Светлоярский в Сормовском районе. И вот уже несколько лет в этом парке работает кофемашина на колесах. Приезжает фургончик, там баристы готовят и продают кофе. Разрешительных документов на работу в парке нет. Но хозяин требований администрации парки охрана игнорирует и продолжает приезжать и торговать. И вот его бизнес разгромили. Какой-то подозрительный чувак в маске подходит в машине, за пазухи достает метровую биту. И с разворота просто в водительское стекло, считай, потом лобовое, зеркало заднего вида. Потом с ноги пинает дверь, она закрывается. Тут все погромил по подиуму. То есть он прям секунд за 30 со стеклами разобрался. Потом, считай, колеса стал прокалывать. Все сразу тоже в панике разбежались. То есть там и дети, и взрослые все сразу стали защищать своих детей. Здесь разбил стекло, зеркало, значит, подиум вот рекламный. Ударил по нему битой, бил по кузову. Проколол, естественно, ножом все четыре баллона. Разбил лобовое стекло. По двери были удары, зеркало, стекло. Здесь он, конечно, ударил ногой. Дверь обультажа открыта, он ее ударил ногой. Дверь закрылась. Вот так вот слетел молдинг, битой сюда. Я просто в панике отбежал. То есть там вот со мной еще двое ребят были. Они тоже как бы, ну, растерялись, все отбежали. Ну, мало бы, наверное, кто осмелился на него пойти, там что-то ему отпор какой-то дать. Потому что, блин, страшно. Ну, он такой высокий просто, сбитый с ножом. Нож был, бабочка там какая-то такая, ну, боевая. То есть он, которым он колеса колол. Суть в том, что он был не один, рядом был человек. Почему мы так подумали? Потому что все люди сейчас ходят без масок, а эти двое были в масках медицинских. И думаю, что это работала охрана парка. Ну, мое подозрение, потому что они мне угрожали не раз. Они мне и здоровью угрожали, и причинением вреда имущества. Все такое было. Приезжал у них начальник охраны, зовут его Роман. Приезжал, блатной, в перстнях. Пойдем поговорим, то есть все, что ты не понимаешь. Он конкретно говорил, что либо ты по-хорошему уезжаешь отсюда, либо по-плохому. По-плохому мы приедем с ребятами, перевернем на твою будку. Ну, будешь потом расплачиваться, мы заплатим штраф за хулиганство. Так только в 90-е решалось все. То есть, для нашего времени это шок. Я не ожидал такого факта, такого вот действия тоже. Просто был не готов к чему угодно. Могут быть, не знаю, там, могли, может, где-то мне приезжать, мне что-то сказать, но чтобы бить машину, ни в чем не повинную. Вместе с пострадавшим наши корреспонденты отправились к представителям частного охранного агентства, которые охраняют этот парк. И с руководством которого у пострадавшего предпринимателя и вспыхивали конфликты. Конфликты как бы у нас происходят на этой почве. То есть, то, что нам администрация говорит, что запрещено именно сюда проезд, транспорт... Но у вас же коллег рук дело. Да нет. Я думаю, что нет. Была такая переписка в вашем чате, что вот Роман написал, тем, кто разобьет лицо мне, тот получит премию. В чате у нас? В вашем чате? В лагере. Две недели, может быть, месяц назад. Нет, я точно работал, этого я не видел. Я своими глазами это видел, эту переписку. Я ему в свое время не угрожал, да, как он говорит, там, разбить, испортить машину. У нас с ним произошла стычка конфликтная, он тоже парень молодой, агрессивный. Я говорю, ну, если ты по-хорошему не понимаешь, у нас с тобой диалог ни к чему не приведет, мы просто, ну, подеремся с тобой. Ну, как бы, я тоже взрослый. Нет, мы не дрались, причем, ну, при встрече. По крайней мере, последний раз, когда я увидел, они опять хулиганили. Я подошел, охрану проверил, как работает. Мы пожали руки, я говорю, вы все, хулиганите, и ушел. Он еще говорит, утверждает, что две недели назад вы в охранном чате написали, что кто его ударит, тот получит премию. Вы знаете как, ну, мы все между собой, может, как-то шутим, может, где-то я что-то как-то написал, но, опять же, я раз там говорил, кто-то должен его громить, убивать, ну, это шутки. Может быть, он где-то случайно, ну, проехал не так, и людям это не понравилось. Вот пусть на это и думает. Руководство парка не знает, кто совершил это нападение, но подчеркивает, что предприниматель торгует в парке без законных на то оснований. Кофейня, в данном случае, с которой произошел инцидент, она стоит незаконно на территории парка, и никаких соответствующих разрешительных документов у предпринимателя на это не имеется. Значит ли это, что можно таким образом обходиться с предпринимателем, даже если он незаконно стоит? Здесь, я думаю, что вопрос на правоохранительным органам задать, это не в компетенции дирекции отвечать на такие вопросы. Приходит человек, сбитый, как в 90-х годах. Ну, это действительно страшно. Это страшно. В первую очередь, это сказывается на безопасности посетителей. Мы, безусловно, реагируем на все случаи, которые происходят в парке, без исключения. Но мы всегда действуем в рамках только своих полномочий. Мы будем разбираться с точки зрения обеспечения безопасности посетителей в парке. Мы предпринимем соответствующие меры. Кстати, владелец разгромленной кофемашины намерен ее восстановить и продолжит торговать в Светлоярском парке. Параллельно он хочет оформить разрешение на работу в этом месте. Продолжение следует...